Доброго здоровья! И это ответы на вопросы. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, как такое происходит, что нас не пускают в космос и не дают технологии в связи с нашей воинственностью, а другие цивилизации свободно воюют и захватывают. Почему так? Ну что ж, попробуем что-то прояснить. Нас не пускают в космос. Вы о ком? Вы о себе? Вас? Вы пытались? Вы пробовали? Здесь, в этом сообщении, есть такой преднос ответственности глобальной, хотя он понятен. Он естественен в нашей трёхмерной реальности. Потому что по телевидению, даже по тому самому каналу РЕН-ТВ и по российскому каналу есть такие передачи, в которых об этом говорят, что нас не пускают. Но это обобщение касается тех, кто любит телевизор. Тех, кто настроен, направлен и развивается, изучает только что-то своё, связанное с землёй. Если для вас телевизор является тем, что вас учит, даже, я бы сказал, и обычной библиотеке, или большая часть информации в интернете действительно учит быть здесь, сфокусироваться на Земле и работать здесь на... вход в космос никогда не закрывался. Конечно, относительно для некоторых. Если вы не имеете агрессивных намерений, если вы разбились до состояния, что вы сами можете выходить в космос, в каком-либо из своих тонких тел либо вы наняты, приняты на работу в одной из космических агентств или секретных организаций, или не секретных, но неизвестных ещё по телевидению или даже в интернете организаций, то вы в космосе по вашим... по потребностям вас или если вы сами туда проникаете, то по вашим потребностям, если по потребностям тех, кто вас нанимает, то по их. Космос всегда был открыт. И люди были в космосе всегда. И... то есть на всём протяжении мы были в космосе, если брать... брать всех нас или всех... если не брать узкие, а... не брать общее человечество, которое находится в пределах телевидения, даже какой-то части интернета, то вы были... вы и есть там, где вы находитесь. Но... если брать всех людей, то вы... мы... в космосе, на других планетах, в Солнечной системе, в Галактике, во Вселенной и даже в других Вселенных присутствуем всегда. Мы не... мы и не исчезали оттуда. Мы всегда были везде. Если брать и тонкие наши тела. Почему вы не в космосе? потому что вы телевизор много смотрите. И выражаетесь их словами. Но здесь написано в связи с нашей воинственностью. Вот это как раз то, когда вам могут ограничивать, запрещать, или отбрасывать, или пресекать ваши действия. как раз воинственность и ограничивает. Если вы даже запускаете в какой-то космический аппарат, который показывается по телевидению, и у вас есть военное оборудование и цель применения его по отношению к тем, кто имеет больше силы, возможностей, тем более телепатии, тем более, если он стоит на несколько ступеней выше по развитию, то можно не удивляться, если вас блокируют в полете, даже на старте. Если или взорвется ваш аппарат, корабль, чем агрессивнее, чем воинственнее, чем разрушительнее ваше намерение, тем и смотря по отношению к кому, тем раньше вы можете быть блокированы. И из этого делать выводы, что вас не пускают, не пускают как раз тех, кто хочет больше разрушить. Но не только. Есть те, кто разрушают, но все-таки проникают в космос и воюют. и захватывают. Но есть и представители людей, которые разлились настолько, что способны это делать и здесь еще от степени технологии зависит, от степени понимания, докуда вы можете проникать, кого или что захватывает. То есть, вышестоящие цивилизации вы не сможете захватить, особенно пятимерные. То есть, вы будете пресечены, нейтрализованы еще она в плане, на уровне намерений. На уровне намерений, я говорю о шестимерных даже. То есть, но ниже стоящей цивилизации вы можете покорять или группы, или... И такое происходило и происходит, когда люди проникают, ну или осваивают территории какой-то планеты, Луны, Марса, спутников Юпитера, Сатурна, астероидов, которых, например, в поясе астероидов очень много и обжитых из них тоже хватает. То есть, на некоторых из них базы. Когда вы обнаруживаете астероиды, жизнь там или какое-то что-то, движение, технологии или просто базы и пытаетесь сесть там, то если там пятимерная цивилизация и выше, то она вас может отсечь. Если на какой-то планете цивилизация примитивная, ну равная нам, то вот с ней вы можете повоевать, конечно, если вы настолько воинственны или вы настолько агрессивны, если вы не умеете договариваться. Хотя этому еще предстоит вам учиться. С кем бы вы ни пребывали, а на другие планеты один или в составе кого-то, мы всегда учимся коммуницировать, взаимодействовать, налаживать контакты и сотрудничать, что намного выгоднее и интереснее, чем воевать или отнимать, тем более захватывать. То есть вход, пропуск в космос, на Луну, на Марс, даже за пределы нашей Вселенной или Галактики или Солнечной системы всегда открыт для желающих познавать, исследовать. А если вы идете туда воевать, то вы получите ровно то, что намереваетесь сделать с другими. Или сделай. да, здесь зависит от зависимости от того. Или зависит от того, есть ли прикрытие или защита у той цивилизации, например, равной вам или более примитивной. Потому что есть случаи, когда пытаются отобрать территорию подземной шахты у примитивной цивилизации, даже у почти животных. Но если у них есть покровители более высокого измерения или более развитые, то здесь вы тоже будете пресечены, отброшены, и вам может показаться, что вас не пускают, вы ограничены. Вы опять можете переносить ответственность за свои же действия или намерения. То есть от вас каждый из вас может проникнуть в ближний и даже дальний космос начиная самосовершенствоваться с момента сейчас. Я думаю, если вы сейчас не знаете как и куда и где это сделать, так вот в некоторых из моих видео я рассказываю, как себя совершенствовать. Но вы можете подстроиться под одну из космических организаций, программ, или нужд, нужд их в людях. Если вы разойдете какие-то сверхспособности или будете разбираться в... так, хотя здесь я... мне не показывают, мне говорят, что реклама... реклама... в общем мне эти компании не оплачивают рекламу, поэтому я не буду говорить, что им нужно. Пока это засекречено в большей степени. То есть люди и представители очень разных рас, американцы, русские, англичане, китайцы, негры присутствуют в космосе и работают в космосе, как индивидуально, так и в группах, так и в больших организациях. То есть официально этого нет. Не официально или даже секретно. А секретно этого много. Или просто даже не секретно, а жизнь существует и присутствует и была до нас везде. Она там остается. Только в какой степени или в каких пределах вы мыслите и кого вы слушаете, так вы и живете. если для вас телевидение является пределом ваших познаний, ну или может быть плюс еще несколько разных книг, некоторые статьи и видео в интернете, то вы ограничены только этим и вы так и думаете, так и изъясняетесь. Но если у вас пытливый ум, исследовательский, вы желаете познать за пределами того, что показывают в интернете даже пока есть в... Так. В общем, если вы хотите быть за пределы телевидения и даже интернета, то вы займетесь саморазвитием или самосовершенствованием. Именно тем или одним из... как это делать вы можете получить из некоторых моих видео. Как достичь того, чтобы знать, видеть, быть больше других и быть там, где обычные люди не бывают. Или работать на тех, кто там, что я, например, не делаю. Потому что работая на кого-то, подписываешь, соблюдаешь, подписываешь какие-то условия, правила, принципы, соблюдаешь рамки. Мне легче через тонкие или очень тонкие тела проникать туда, где запрещено, где секретно, где нельзя. Незамеченным, невидимым. Вот я, что предлагаю через свои видео. Учиться и одному, и в составе существ, имеющих высокие вибрации, проникать туда, куда вам интересно, изучать и Вселенную себя, и жизнь через утончение своих состояний. Об этом я рассказывал в других видео, поэтому вам выбирать, на кого учиться, что в себе совершенствовать, или куда наниматься. на этом видео думаю завершить. Если у вас есть вопросы по этому поводу, можете задавать их на себе ВКонтакте под свежим видео. При большом количестве голосов я могу ответить на ваш вопрос, если меня вдохновят на это, или мне самого будет интересно. На этом видео завершаем, до следующих встреч, пока.